Так, окей, следующее видео. Кто? От Шкилы до Скуфа? Братишкин. Ну давайте узнаем историю братишки нахуле, почему бы не глянуть. Влад, извини, но разбор сегодня не на тебя, а на владельца одного из самых крупных сквадов на Твиче, ампассадора двухзначного IQ, признанного метро, человека, синонима слова переобувка, первый фулл-тайм-стример, апнувший 1 миллион фолловеров в СНГ, прошедший путь от школьника Токсика до уверенного в себе Скуфа. Встречайте, Владимир, братишкин, Семенюк. Погнали с первого этапа. Ноунейм. Ему 25, он младше меня. Ебать. Донат в Steam с самой низкой комиссией на рынке. Карты Баттлнет и Плейстейшн. Пополнение мобильных игр напрямую. Все это и многое другое на донатов.нет. Лучшие цены. Гарантия на все товары и куча халявы. Донатов нет? Донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Все свое детство мы с Вовой жили без преувеличения в самое спокойное время в истории Российской Федерации. Время, когда уже никто не шкерился во подъездом, совершая осуждаемые действия. Дети становятся все более домашними. Что и случилось с нашим героем. С малых лет он открывает для себя мир видеоигр. Вследствие чего начинает испытывать серьезные проблемы с обучением. Такое ощущение, что я знал, что я что... Ну, что я хочу делать по жизни. А я не знал, что я... Я не знал, что я хочу... Я думал, ему лет 40... ...делать по жизни, понял? Я хотел делать целое ничего. Проблемы еще сильнее усугубляются желанием молодого человека связать свою жизнь с медийной карьерой. 14-летний Вова, как и все в то время, любил посидеть в ВК и посмотреть мемчики про Троллфейс, Ололо и прочую ху**у, кажущуюся сейчас скринжовой. Но тогда так не казалось. Сфера пабликов в ВК была перспективной. Примерно так же, как сейчас все хотят стримерами. Тогда все хотели вести свои группы. И братишкину это удалось. Вы*****шься? Разумеется. Он сменил много пабликов, занимался различными темками, наводил суету. И даже был причастен к угону сообщества. Владимир Семенюк решает, что та деятельность, которой он занимается, должна остаться в анонимности. И принимает решение вести ее под псевдонимом. Аху** вам, блядь. Проснулся, я встал. Братишкина. Взяв данный псевдоним по рофлу, он приживается на долгие годы. И вскоре станет культовым для многих людей. Но до этого нужно дожить. Давай, расскажи, расскажи. Кулстори Боб, кулстори Боб. Путь тернист и 15-летний братишкин, словно Вита Скалета, братишкин, проходит путь от нищего до уверенного в себе члена банды. И если все начиналось с подсосничества и работе за бесплатно в новом пабликах, то спустя чуть больше... Зачем был Игорь Линк? ...года братишкин сидит в компании уважаемых людей, которые по сей день занимаются крупнейшими медийными проектами. Быстро впитывая знания, к нему приходит понимание, как зарабатывать деньги. И он создает свой паблик. Аморальненький. Про Эболу. Эбола это что-то типа к**ны своего времени, только в странах Африки. Странный, конечно, выбор темы, кажется, в 2024 году, но интернет тогда быстро радикализировался. И группы, которые играли на чувствах моралфагов, росли с космической скоростью. Ох, твоя мать, шилюха! Количество подписчиков в группе у Вовы растет не только потому, что он занимается провокациями, но еще и хитрит. Администрируя сообщество, он переливает трафик себе. Есть изначальное сообщество. Есть второе сообщество, с которым ты делаешь ВП. Админ ушел спать, школьник, ёбаный? Я такой, так, смотри, я беру твой пост, пихаю его в крупный паблик, где я должен поднимать статистику. Пихаю его туда, а взамен даю свой маленький. Таким образом я набрал 100 тысяч. Такие действия... Бля, вы же даже не знаете, насколько раньше была топовая хуйня, насколько раньше были важны паблики ВКонтакте с мемами. Сейчас уже, блядь, просто они все загнулись, все в говне там. Сидят какие-то уже, блядь, старперы, скуфы. Тогда это ебать было. Считались вполне нормальными и даже модными. Чем более агрессивно ты себя ведешь, тем ты более популярен и крутой среди молодежи. Один раз живешь, если нужно кого-то подмять, подомни, обмануть, обмани, разруши чью-то жизнь, да разрушь. Братишкин заводит знакомства с медийными... Вырваны из контекста. ...ми личностями. Например, Семченко или Адамсона. Ой, се... Они выступают в роли проводников, освещая путь Вовы. Побуждая его стать ютубером, записывают совместные ролики. Но карьера ютубера заканчивается, не успев начаться. Вова хочет стримить. Думаю, блядь. Слушай, типа, это хорошая идея заниматься ютубом, но... Есть же и стримеры. А стримеров мало. Ютуберов больше. Они еще и п***ы, понимаешь, стримеры. Мы толерантные, если что. Я открытый гей. Это все знают. Все, тихо. Заткрой рот вообще, типа, ничего не говори, режиссер. Кстати, данное интервью берет давний знакомый Вовы, ГРПС, он же Жора Пи***ц, он же Шишка, он же пожилая Капибаржа, генерал База и лучший друг Хесуса АВГН. Какое хитросплетение, да? Это смешно, прием. Типа, ха-ха-ха-ха. Но давайте ближе к теме. Познакомившись с крутыми медийными парнями, будучи еще совсем юным, в возрасте 16 лет, учеба оконч... Какая-то компашка либералов, я так понял. ...тщательно подходит к концу. Вот так вот. И без того плохо учащийся Владимир Семенюк начинает стримить The Crew. Хочу сёской... И даже выигрывает какой-то локальный турнир на выставке автомобилей и летит в Китай. По прилету учителя очень сильно на него разозлятся, и по итогу кикнут его нахуй с девятого класса. Иди отсюда, пида. Вова не расстроится и пойдет искать новые места обучения, в результате чего запустит целую чих... Когда уже тебя забанят. ...корду событий. Эй! Не-е-е-е! С одной стороны, он хочет стать стримером и добиться высот. С другой же, рассказывает, что ему всегда нравилось программирование. Мне кажется, чуть-чуть опередил свои желания. И из-за этого у меня, короче, цели пропали. Я хотел стать охуенно программистом. Как вы сейчас все, наверное. Сейчас все программисты уже, блядь. А я тогда маленький был. Я хотел стать программистом, трогать что-нибудь. Мне прям было так интересно. Это все. Я вдохновился после сериала Мистер Робот. Все-то хотел, хотел, хотел и ху**а подзабил. И в стриме ушел. Вот так вышло. В результате лихорадочных действий с несдачей экзаменами, постоянными снятиями с мест обучения и непониманием, зачем ему вообще это нужно, Вова бегает от одного колледжа к другому и начинает разочаровываться в обучении, принимая свою судьбу. Уже зарабатывая первые деньги с группы, он начинает стримить на 20 человек, которых приобретает весьма интересным случаем. Внимание! Хейти самого себя в своем же паблике. Так я сам про себя говно писал. Самое лучшее, что можно быть, это обосрать себя нахуй с ног до головы и пытаться на хейти самого себя выехать. Меня и тогда вообще ничего не цепляло, потому что, ну, типа, я себя просто обсирал на... Я использовал свой паблик для того, чтобы скинуть ссылку, оп, и пошел в хоррор играть. Все. Первые 20 зрителей были. Вы можете представить, какие нервы... Бля, ну это гениально с какой-то стороны. ... для этого нужно иметь и как... Ну, с другой стороны, я не знаю, типа, окей, первые 20 зрителей пришли тебя захейтить, но как дальше-то? Какая атмосфера должна твориться на стримах? Вова уже не ходит на занятия. Единственным фактором, который его волнует, это лояльное отношение преподавателей к посещению. Вернее, к его отсутствию. То есть, я хочу, чтобы к каждому колледжу было отношение, как в вузах. Не хочешь ты заниматься? Иди нахуй сюда. Вот, ну, сиди просто там, разговаривай тихо, но не мешай. Неинтересно тебе съеби. А есть вот те, которые в школе прям вот как будто... Заткни его. Чё тебе парашу поставлю, ещё такое. Это вот бред. Это я вот этого не понимаю. Годы идут, и Владимир уже открывший для себя Counter-Strike, на котором мы остановимся чуть подробнее попозже, уже становится локально известным и заканчивает обучение. Получив диплом, сам понимаете, как. Я программист, чтобы вы знали, блять. Между прочим... А, дипломированный. А, вычисление сетей каких-то, блять, чуваки. Я даже не помню, как у меня, блять, назвалось. Ну, я хуйню. Я там за год два раз был. Но сессию закрыл. Вся эта ситуация со школами, колледжами, отчислениями, экзаменами, перелёдцев, как мне кажется, самый главный комплекс его жизни, из которого и пошёл мем 89 IQ и постоянное называние себя тупым. Не понял вопрос. Да, я тупой. Чё? Я тупой. У меня память короткая. Я тупой. Можно прямо в лоб? Ой, а что случилось? Что? Я не знаю. Можете, пожалуйста, объяснить мне в ТГ об этом? Потому что я не в курсе. Очень стараюсь. Его веду. Регулярные посты, общения, мемы. Всё там, парни. Давайте. Спасибо большое. Очень жду. В России во всю распространяется массовая интернатификация. У людей становится больше компьютеров. Мобильные телефоны уже способны запускать стриминговые платформы. Всё это вкупе. Вкупе. Сыграло на руку братишкину. А это какие года вообще? Я просто помню, типа, я приходил в общагу, и дрон постоянно Том Эдисона кого-то включал на стримах. И я такой, чуваки, реально, в прямом эфире сидят там, что-то играют. Им деньги за это дают. Это же жизнь мечты. Это, блядь, это идеально. Там, не знаю, за то, чтобы пообщаться с тобой. Это же самое то для внимания, бляди, вроде меня. Вот. Я так думал, ебать, круто. Интересно, это 14, 16, 15, 16. Ну да, в принципе, совпадает. В принципе, совпадает. Думайте, думайте. Не, тогда это была мечта. Тогда это была мечта. Сейчас уже хуйня. Котелочек варит, котелочек варит. Да и не только ему. Теперь это ты. Не, я блячил. Я ноунейм, ноль зрителей, забей. В те годы на заре твича был очень простой принцип становления хайповым челиком. Метод называется в нужное место. Почти. Метод называется в нужном месте, в нужное время. Мне просто иногда кажется, что типа рандомная... Да, по итогам Дундук теперь с Мэдисоном стримит, блядь. Круто, я рад за пацана. Вообще, рандомные, вот, рандомные ситуации произошли, что я сейчас здесь. У меня такой онлайн, что вы у меня на стриме. Вот просто рандомно, понимаете? Поэтому, когда вы спрашиваете, что надо делать, чтобы стримить, чтобы заметить... Да я не ебут, мужик. Никто не ебёт, я не знаю, как так вышло. Мне просто... Я уверен, вот сейчас забери у меня всё, что есть. Например, медийку я имею в виду. Просто заберите у меня на... Я включаю стрим. Да я никому на... Тут не усрусь. Понимаете, в чём прикол? Вот просто сидит для чел, ноль зрителей. Да на... Я кому всрался бы. Никому, чуваки, это факт. Это реально бы так было. Естественно, заслуг главного героя мы не преуменьшаем. Потому что, помимо всего этого, нужно ещё иметь один фактор. Воля. Необходимо запускать трансляции тогда, когда тебе не хочется. Общаться с чатом, конфликтовать по мере необходимости. И всё это, так или иначе, труд, который Братишкин делал. Ух ты. Делал хорошо. Делал... Легче. Делай, играючи. Кайфуй. Давай. Давай. Регулярность стримов, розыгрыши, пиар сделали из него плотного стримера. Но этого ему недостаточно. И он открывает для себя Counter-Strike. А ну стой, нафиг. Стой, блядь. Ну до зона. Постепенно Владимир, сам того не ведая, становится главным антагонистом самого популярного стримера в России. Чей локоть примерно раза в два толще, чем его талия. Читбаннет О.Джей. Их противостояние практически всегда было заочное. Биф же происходит в головах, в мировоззрении и подходу к стримингу. Первый в своей маленькой и уютненькой комнатке сидит и играет на результат. Второй в агрессивной манере сидит в полутемной комнате. Общается, бомбит на тиммейтов. И это словно две противоположности. Валим, 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 валим на гелике. Владимир достаточно активно ведет свой ютуб. И сейчас щитбаннет. Вроде мы про него видос смотрели. Ну, чё-то он там занимается. Ну, я так понял, что он в политику ушел. Туб-канал, в котором не обошлось и без скам рекламы. Всем привет, ребят, с вами Братишкин. А вот, что я о вас думаю. Здорово. Соколянский, я тебе вообще это думаю. Но можешь убрать это, ребят. И сегодня мы на сайте КСУ. На самом деле. Заплатили миллиарды рублей. Поэтому мы будем сегодня играть в очень интересный режим, который называется Крэш, который вам Соколянский сейчас об... Крэш, блядь. Объясни. Всем привет, ребят, с вами Бра... Соколянский, классика Казиноча. Братишкин, добро пожаловать в рулетку по КСУ, которая называется КСГУ. Сегодня мы будем здесь пытаться сорвать огромный куш. Или же популяр... пародий на представители южных народов а добрый день дорогие друзья добро пожаловать на канал братишкин стрим а нет это блядь это же сука youtube ну ты да мне тебе бан захотелось дать так или иначе злого подтекста его действиях я не вижу такое было время и шутки неуместны сейчас были вполне нормальными и распространенными постепенно язык вовы развязывается все сильнее и сильнее начинается плотный такой троллинг ты чу мать там твою ты где живешь я сейчас сам посмотрю погоди где ты живешь или твою маму папу ты понял и буду звонить за что один родственник мария слушай это мама твоя нет слышите чего он меня удалил это его мама ребят алло здравствуйте мария ваш сын сейчас мне сказал то что он мою мать ебал как понимать ваш сын у вас же есть сын его же александр зовут вот сейчас он мне сказал что он ебал мою мать сейчас сейчас он сидит играет в онлайн игру и говорит что он ебал мою мать и орет у вас как недорезанный я вот ваш номер нашел я решил вам сообщить что у вас вот так сын поступает некрасиво спасибо я конечно с этим разберусь но для меня это шок это ладно я позвонил а кто-нибудь другой реально приедет спасибо конечно извините но я сейчас разберусь в этом плане хорошо спасибо хорошо удачи погодите а как он нашел имя блять его матери он как как он ее вычислил боже мой владимир тренируется в ораторском искусстве и скоро как будто вы станет рожденным для того чтобы спорить через века и агрессировать как только блять какой-нибудь семченко выёбывается я начинаю блять псу его яйца скармливать боже тестостерона с 50 килограммового демона льется изо всех щелей вы куски бомжей вы сейчас только п**дите не приедете ни хуя ты можешь мне номер телефона свой дать я прям щас тебе позвоню отзвонюсь давай без мы встретимся не мы встретимся ну чтоб точно номер мой знал давай так это время ты видал не ну смысле ты сказал ты к щас приедешь блять о чём ты говоришь не ну давай щас давай ты чё зассал тебя мамка не отпускает погнали щас не давайте щас пишите номер а чё ты сильный такой да я сильный я готов блять с тремя сразу вас п**дящийся давай пиши номер номер пиши микрофон из дудульки своей достань и говори чётко и размявшись на ноунеймах он может вполне на изи от**пать метафорическую мать популярного комментатора уха у которого сгорела жопа от того что его знакомый сеня договорился о взаимном пиаре с владимиром прилетает мне как-то сообщение в личку такого характера естественно я согласился на рехоста друг друга ибо коллаборации никто не запрещал когда каналы обмениваются аудитории с учетом того что онлайн примерно одинаково до того как я согласился я предупредил сеню о том что у меня моральный контент и дал намек на то что нужно идти в отказ от этой коллабы так как аудитория разная она не поймет после чего это не было помеха и вот так мы уже коллабились довольно долгое время ухо же считал что братишкин делал я упаси большой полный треш а также добавляет что все молодое поколение гораздо хуже предыдущего и что раньше было лучше посмотрел две минуты стримера по имени братишкин тошнило еще и синего рехостит ужасно тут меня понесло бац бац с поста скопирую себе файлы сука он это в твиттере писал буду читать с файла чтобы не рекламить этого бомжа сука сыновья блять старого нахуй академик старости сука реально конченый комментатор самый лучший на поехали блять поехали так ребята внимание вдумывайтесь короче вот сейчас в то что я как бы напишу вдумывайтесь в каждое слово потому что он писал за с душой с намеком на вас асов и на меня соответственно кто вы сами знаете кто я его мать и на фразу короче ему отвечает короче комментах чувак авто в чем плохого в том что он аморально шутит и рофлет с этого и он ему отвечает в комментах мамку рофлю чё уважаемый айов если вдруг ты это смотришь понимаешь ну как бы я понимаю в твоем ну твои 40 лет до 45 там ты вообще выглядишь блять на 60 я как ты живешь мне кажется рак яичек шутки нужно в тему применять понимаешь нельзя просто подойти искать мамку твой вот твою мать потому что ты старый никому не нужны вот и все это даже не шутка не братишки нахуе ну ладно вы края по крайней мере тогда был я сейчас не знаю не смотрел это правда то есть я 19 летний пизюк твою маму скорее всего у тебя ее нет но как бы сиху из интересного наверное все каких-то супер зашкварных записи я не нашел да и если бы нашел я бы их не показал пару моментов есть спорных я их вставлять лучше не буду потому что в данное время кто-то может воспринять неправильно но что-то не подсказывает на самом деле что с большая часть запись скрыта или удалена уже со временем ну например как было сиська стример 6 сарабии просто смотрите на ее нарезать или нет 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 у меня вопрос у меня вопрос он гомосексуалист просто если да то тогда я все я тогда пойму и когда вот эта вся фигня пошла типа с тем что телки бля уже совсем с ума сошли и сбой из всех зол я выбрала меньше который хотя бы хотя бы имеет какое-то отношение к искусству да это детстве я с тобой абсолютно согласна но если людям это нравится типа вы сами сделали все это каком я вот зато сяду и буду рисовать в портрет вовы на пусть давайте так давай в чем проблема разрисую свой в чем проблема я вообще вот этого не понимаю мы хоть посмотрим может быть ты даже удивишь кого-то о вот это надо было видос обязательно почему бомбит баба использует вич прикрываясь искусств польза обход правил обомножения ну хотя это даже искусством не признаю никак еще такие которые прикрываются йогой когда тоже отдельный и я хочу высказать одну мысль которая наверное реально считается не особо популярным в обществе если у тебя есть возможность пробиться достаточно лайтовым способом если тебе позволяет совесть и твое воспитание ты просто берешь и делаешь и если ты не причиняешь никому этим боль не делаешь ничего плохого то я не вижу в этом ничего зашкварного кого может оскорбить данный контент кому он мешает ох ход тапсы же скоттапс гибать там тапс я зашел не туда куда надо да и в чем проблема просто не смотреть эту хуйню если тебе не нравится понятно что нужна отдельная категория блюр превьюшек и прочее но позиция вовы всегда была радикально по этому вопросу нет и все до завтра у вас не он тогда времена твича были совершенно другие на самом деле типа тогда все это было в перемешку и действительно твич начал уходить от игр в эту ступень я не удивлен что блять стримерам это не нравилось будет больше боди артов больше будет всяких йога стримов сиськи и писки у вас будут тут а я останусь понимаете ни с чем а то что моральным камертон типа это было на главной везде на твиче и прочее то есть но не удивительно что стримеров тогда это возмущало он нам выступает вова делая на тот момент не самый праведный контент еще сильнее усиливает мое непонимание если он пытался словить лукасов на популярном мнению нормисов для того чтобы разорвать свой порочный круг и закрыть арку токсика то окей возможно в этом есть какая-то логика потому что братишкин реально утихает так же как и желание публики смотреть контр струск в мету твича входят реакции прям как на ютубе только в режиме реального времени смотреть на такое гораздо интереснее если раньше твич за это банил то сейчас создает целую отдельную подкатегорию vrl джаз не до сих пор это хорошо на главной при том что не подписан но мне тоже самое я тинг и вова как сам выражается подстраивается под аудиторию и переходит туда будучи даже не уверенным в правильности своих действий люди стали более солидарных этого банк нахуй то counter-strike я ухожу с него потому что но она спустилась по топом я понял что нужно работать на аудиторию нежели на себя понятно что те стримеры которые выбирают тот момент что ее я буду стримить то что мне нравится чувак ты можешь стримить что что тебе нравится а не то что мейнстрим на ты будешь сидеть ну да как я и сижу я выбрал то что я буду подстраиваться по аудиторию я начал подстраиваться по аудиторию это в дальнейшем сейчас я задумываюсь о том что зря это сделал но вот сейчас сидя здесь опять же подумал блин ты сушит вполне неплохо тоже есть какая-то особенность возможно это мы уже сейчас знаем что вова совершил очередное правильное действие в инстриг в его жизни продолжается как будет не будет будет не обладая дикой интуицией и пониманием того что нужно зрителю вова пока что не делал неправильных действий в своей медийной карьере вообще то есть я иду за мейнстримом если будет какая-то другая игра популярная буду в нее и башки кс реально ненадолго потеряла популярность и тот самый чит баннет который отказался трансформироваться да и дал кс до последнего и не смог выйти из второй волны стриминга в третью без потерь просто игру мне обидно я устал уже просто обидно аккурат всего это от всех этих ситуаций у тебя какой-то грубый какой-то козел я какой-то козел отпущение везде блин серьезно везде и но по факту если ты невалюцинируешь как контент-креатор если ты не видишь какие тенденции идут что перестает быть популярным что становится популярным ты очень сильно проебываешься и как правило на этом завершались многие карьеры когда люди там типа вот эта хуйня работает я буду держаться за нее до последнего нужно быть как водичка которая нужно нужно быть как река не нужно быть как камень блять который лежит на одном месте под который вода не течет нужно быть самой рекой которая льется дальше понимая что сейчас актуально что не актуально и прочее иногда можно делать вещи для себя так или иначе но всегда нужно задумываться о том какое видео интересно зрителю какой вид ну и чтобы то что интересно тебе соприкасалась с этим чтобы ты мог это интересно показать рассказать и прочее вот а те кто типа о я играл в кс всегда я буду продолжать играть в кс ну типа к сожалению ты с этой кс к и умрешь в конечном итоге или потеряешь актуальность пока она потеряла актуальность сможешь ли ты потом набрать актуальность когда она снова станет актуальной и какие-то проблемы все какие-то какие-то гнилые люди и в то время как чит баннета разочаровывался в жизни братишкин жал руку самому мэдисону и для него это было важно и объективно братишкин вышел победителем из этого конфликта я встретился с мэдом я заявляю мне сказал что чувак типа ты нью-скул он искал типа плюс респект тебе за это ты нью-скул вот и руку пожал то есть это довольно жестко для меня потому что я вырос на медисоне когда он обзор на доктора попова дело задает этот идиот малахов который пьет собственную машу такую еще можно представить но существование этого я просто не могу поверить мне кажется это какой-то прикол бы я потом 2018 году стоял с ним и руку вот так же малому никогда в жизни такого не было бы блять но это пиздец я просто встают с кумиром по факту 2018 год братишкин уже устоялся как стример он настоящий топ твича его мнение учитывается его мнение весомо его онлайн все еще растет и к середине года находится на отметке в 10 тысяч понимая это и уже давно вы нашего идею создать свой проект на твиче вова собирает творческое объединение 89 сквад названием для которого послужил тот самый локальный мем пизда я тупой я не понимаю нахуй все сложнее и сложнее блять тупой какой-то китайс блять не пойму нахуй что я умный сколько у меня кью легко и бать тупо как это блять ниже среднего слишком большое количество стримеров не сработались братишки не смог удержать дисциплину и взяв ответственность на себя он распускает сквад но причина распада она простая блять заранее просто говорю что я долбоеб который не справился задачами и в принципе вот и владимир растет но когда он только начинал стримить ему было 16 лет а к 2019 году он уже 23 лет не вполне состоявшийся мужчина выросший не только физически но и морально ведь так ну да почти иногда все еще может дать лишь кашу час шутки позволительные но уже далеко не во всех кругах я при всем уважении роду но почему-то половина девочек блять как алкашки выглядит знаете у нас также может периодически забанится на какие-то агрессивные высказывания да и мамка остается но это уже больше троллинг нежели какой-то серьезный бомбеж если вдруг вы и животное то в принципе можете зайти в мм на звездах и вам там расскажет о том какой профессионал что-то там поднял нет бы этот дебил сказал что он мать там от рака спас блять не похуй мать сдохнет то поебать зато он с ножиком бегает изменения видны невооруженным взглядом но происходит ситуация которая разделила стримерскую карьеру братишки на на до и плей а думаю что братишкин ну типа из того что видел прикольный чел ну типа такой норме сны на самом деле ебать ебать молодой красава красава не я просто не особо разбирался в стримерской тусовки мне казалось что они все скучные пиздец какие ну типа максимально стерильные а челу реально просто вошел разъебал twitch и дошел до топов не это в принципе респектабельно наверное после а может и всю его жизнь владимиром заинтересовался чеченец зелимхан зелимханов мужчина уже длительное время находился в около медийной тусовки и обрел репутацию мягко скажем опасного человека но сейчас я бы сказал все остепенились во многой степени да то есть ну кроме там совсем маргиналов блять которые как правило либо забанены либо еще что-то вот то есть ну и не имеет такой актуальности то есть я считаю сейчас в принципе достаточно спокойное степененное время что послужило финальным триггером который задел зелимхана мне неизвестно братишкин об этом не рассказывает такое босорный был я даже вспоминать мне это тяжело хотя однако как бы да понимаете если долго крысу гонять мышь в конечном итоге она забьется в угол и прокусят тебе руку вот это мой случай когда меня просто давили давили две недели что я должен бабло в конечном итоге я нашел кому кому надо сообщить чтобы это все прекратилось как-то происходило я приехал сидят чуваки и начинают мне пояснять что я там чё-то сказал когда-то с пушками я даже уже просто не помню особо что делал у меня пугали и шугали вообще по полной чем я дал 150 тысяч на месте кое-как согласился совсем что они там говорят если чтобы уже подумать о том как чтобы как это закончить например ситуация для владимира закончилась старый братишкин больше не вернется самый сложный этап жизни братишкина заканчивается и начинается очередной подъем болезнь которая пришла с опоздания на полгода в россию и но привела еще больше зрителей на твич на площадке начинают зарождаться новые звезды в количествах которых не было никогда новички копировали все лучшее от никогда популярных стримеров начиная от манеры подачи заканчивая популярными играми и великолепной адаптацией к вечно меняющимся условиям а также появление новых хайповых форматов но в этот раз и даже братишкин подотстал от них являясь конечно не пенсионером твича но уже весьма состоявшимся мужчиной среднего возраста и как положено его статусу он заводит длительные отношения знакомясь с девушкой алиной как он говорит на века фесте от публики он ее не скрывает показывая достаточно быстро пускай они расставались на какой-то длительный срок но их отношения можно назвать стабильными нормальными обычными сама девушка не особо публичный человек поэтому их отношения долго мы разбирать не будем меня волнует лишь один вопрос на который ответ знает только братишкин связаны ли эти две алины у нас и девчонку и звали алина на кстати пиздаты алин если чё я еще все еще в силе как бы не вопрос я помню я помню твои шикарные сиськи как бы факт так вот или все-таки реально вк-фест короче я на вк-фесте и заметил видимо потом приехал там и там познакомился потому что по таймингу это может быть один человек интервью снято в конце 18 года но так как влюбленный волк больше не хищник онлайн братишкина все сильнее и сильнее отстает от новых звезд они так быстро оставили позади стримеров первой и второй волны что не оставили и шанса но кто же эти люди расскажу один из них это стример самым большим носом и красивейшим в мире голосом вадим эвелон 192 казаков ставленник братишкина уже около года может быть больше присутствует у него на стримах и в один момент решает создать свой собственный проект для стримеров сам стать шефом и отделиться от 89 склада и братишкина в частности вова принимает это слишком близко к сердцу в результате чего происходит недопонимание чирил он ушел куда да похуй чё он ушел блин мы его кикнуть хотели кстати давно там сидит а у них сейчас свой фрик да 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 у них сейчас свое тип поэтому вот я щас никуда не уходил смысле не понял вообще чё несет я в 89 склад у меня две группы смысле за что меня вообще было кикать но мы хотели кикнуть потому что типа хуй знает он сидит он не коллабит вроде с нами так что но мы не будем его кикать он сам ливнет ливнет не хочет ливать не ливает мы не будем кикать блин а вся эта сквадовая хуйня не знаю как по мне духотища если честно не знаю может типа это веселая тема может я что-то не понимаю но всю эту хуйню с течевскими сквадами я как-то слишком заебисто что ли там постоянно коллаборировать там проще как как на работу ходить как будто меня ни разу не звали но опять же у стримеров у них по-другому все работает у них стримы это их жизнь да то есть они там постоянная всякая хуйня и на стримах страдает вообще по чисто пока и фичу и как-то не знаю я бы так не смог типа там сидеть по 12 часов день какую-то хуйню и страдать ну что типа все что мы делали мы делали не на я типа с последней хуйни по поводу вову я очень типа расстроился я не хотел это как-то типа выносить но человек который мне месяц назад на мафии говорит что и вилон это я занимаюсь соло левлингом соло левлинг такое говно господи нахуй вы это смотрели такая параша блин я хочу вернуть свое время назад и не хочу я хочу я хочу блять отмотать эту хуйню блять этот соло левлинг человек который меня куда-то зовет блять и который остался все-таки мне говорит через месяц что мы их сами его хотели с 89 сквада кикнуть но фишка то в том что я никуда не выходил я никуда не выходил да пруф это внизу блять руку в описании как говорится это рофл был но я не знаю тогда я тогда я вообще рофлов не понимаю если это был рофл случилось то чего никто не ожидал мы нашли к павелона где он действительно обиделся я сказал очень грубой форме типа да похуй типа он все равно мы хотели его кикнуть и он тип на мы покикали вообще абсолютно всех кто не сидит в нашем дискорде не общается никак не пересекается очевидно что даже ювелон с кем который-то взвал меня на мафию еще кем-то создает свое блять сообщество под названием фрик вопрос зачем он нужен если у него есть свой сквад но сольная карьера ювелона самая стремительная тот момент во всем снг человек делает популярные форматы которые приносят ему такую известность что он уже сам может подымать стримеров до небес а его проект фрик сквад становится очень популярным немного напоминает дом 2 и фабрику звезд фабрика лайков совсем другой человек жизни этим она и интересно становится кузнецей молодых талантов желающих обрести быструю славу на горизонте появляется будущая легенда медийной сферы россии человек опередивший ай-шоу спида русский пир вячеслав леонтьев бустеренко взлетает слава еще выше чем эвелон и они буквально втроем в одно время с братишкиным апают лям фолловеров на твиче и братишки я спела перейдить их лишь на месяц это буквально немыслимо потому что человек до этого шел пять лет и в нем лям вру сегменте на твиче поднять это андрил мне кажется вообще пиздец ну реально нужно быть пиздец каким топом всыпается зависть начинается соревнование двух сквадов на твиче которые на мой взгляд переходит в активную фазу на пиксель баттле пиксель баттл был одним из самых любимых ивентов братишкина и если раньше он был там самым крупным стримером то сейчас ему приходилось считаться уже с какими-то амбициозными молодыми и дерзкими ребятами человек пишет что все эти якобы войны между 89 сквадом и фриками это все ради хайпа как вы думаете водим до слез на слез я предлагаю раз он сказал по поводу такой темы я предлагаю договориться на одно и то же количество пикселей на 1 тоже выбираем один квадрат и рисуем в нем то что мы хотим чтобы не залазить никуда то есть либо 89 сквад останется на листе в конце либо фрики останутся в конце ну значит после то чем нахуй не будет центре тогда если нельзя передвину знать можно убрать его нахуй зрители же подначили два этих сквада и на мой взгляд все таки это перерастает в нечто большее чувствует чувствуется некоторое вот это вот вот это вот вот это вот как со временем эти сообщества превратятся литерали в южную и северную корею и это занимательная на мой взгляд арка которую я преподнесу со своей субъективной стороны а вам будет интересно надеюсь сделать свои выводы ким вов ин был очень строг со своей командой и после пересборки склада стал чересчур серьезно относиться к нему он отчитывал своих подчиненных границы склада были крепко заперты на замок слишком длительное общение с чужими наказывалась и погоняло шеф становится уже реально нестебным атмосфера в его скваде надпоминает некий темный уголок этакий слизерин и я думаю некоторое недопонимание скваде сложилось исходя из того что братишкин познал несколько предательств пережил достаточно тяжелые своей жизни моменты и реально стал немножко перебарщивать со своей вот этой вот как это объяснить то контролем я не знаю но давайте уже перейдем 38 параллель и посмотрим как обстоят дела у соседней республики президентом который является эвелон чан и на и по сравнению с вовой кажется самым демократичным лидером эвелон чан хоть и лидер но он еще не обладает устоявшимся авторитетом он не требует беспрекословного подчинения своим законам некоторые действия могут обговариваться две страны подписывают пакт не принимать перебежчиков с другой стороны и продолжается до тех пор пока три крупных стримера с восемьдесят девятого сквада не начинают вести антиправительственную деятельность шадоукек гаечка и станислав девяткин обвиняются в том что присутствуют на коллаборациях с фрик я уже в душе не будет происходит если честно я с этой темой не знаком абсолютно свадом чаще чем на своих их туда тянет культура южной корее нравится им больше и вскоре братишкин отдаст заложников он поймет что людей не удержать граница открывается посты выкатываются пакт но это достаточно молодежная движуха типа мне не понять почему люди к этому так серьезно относятся это это смешно это потешно просто с какой-то стороны я даже завидую что я не был частью какого-то движили типа того что все это пропускаю но наверное я просто старый скучный аннулируется после того году троицу все-таки возьмут во фрик сквад конфликт рассасывается сам собой подходит время и как говорится иногда нужно просто отпустить ситуацию стримеры и зрители начинают понимать что сквад это не только коммерческий проект это в первую очередь объединение стримеров друзей и мы со строгим графиком когда каждый обязан запускать после друг друга прекратились все опустилась до устных договоренностей и графика который удобный каждому да там крупные стримеры друг другу бля они же графики у этих складов бля я не знаю я бы не перекрывают но это уже какое-то мирное коллегиальное решение что ли и на волне того как двум странам приходило это понимание они уже перестают враждовать и если не являются дружескими то скорее товарищескими конфликты покидают жизнь братишки на окончательно остаются лишь набросы в сторону хесуса с которым у него было связано очень много и у них даже был свой какой-то странники такой с подтекстом наигранный дуэтик который назывался хестишкин а мне он еще вернется от просто подождать и вся эта история периодически выходит за грань моего понимания хотя мне вообще все равно кто там с кем спит кто не спит просто это выглядит немножко кринжово не из интересного там присутствует небольшой любовный треугольник думаю что он вовочку то мы его зовет а живет к себе домой там стримить а также апофеоз кринжа зачитывание странных фанфиков у меня так так но это теперь спрашиваешь чё пиздец жарко достала блять я смотрю на него глаза были подернуты дымкой а слова давались очень тяжело перед каждым приходилось глотывать во рту пересохло и я ни на что не намекаю но со временем вся эта история все меньше нравится вове а хесусу как будто бы и норм я что-то побаиваюсь уже с ним сидеть да ладно ты я сам боюсь блять фишка то блять знаешь ли дымится уже три года продлилась эта эпопея и окончательную точку поставит переезд хесуса в америку после которого отношения наших героев накаляться в разы и хесус до этого регулярно стримящий политику вкатывается по полной в защиту своей новой страны и ее друзей и по мнению братишкина испорчивается как стример и количество их конфликтов по уже лень считать порой они сводятся к тому что кто-то не пришел на коллабу кому-то не ответил или же вообще по надуманным причинам но бывают и серьезные после которых я наверно уже не могу назвать их друзьями те писали когда-нибудь тебя хесус звал нас во чё блять какое своего алексей пошел своей дорогой владимир своей я баб сосал твоих у не но с точки зрения братишкина учитывая что развлекательный автор наверное типа именно с политическим общаться наверно было сложно но они же вроде все еще в одном складе если не ошибаюсь да они как-то вообще взаимодействуют частными виду братишкин и хесус владимир остепенился и на мой взгляд у него появляется второй скрытый комплекс наряду с обучением желание всегда обучать аудиторию не дарас у меня матом вылетает сказать но я создаю не только политику стримит вот но сква а складов уже нет все планом матерюсь sky вижу иногда пускай у меня там каждое слово паразит каждое второе слово улетает но при этом я могу что-то умное заложить мне кажется я чувствую ответственность что за мной большая аудитория и надо правильно направлять на мой взгляд это связано с тем что они раньше очень сильно таксичили вместе со своими ребятами и немножечко ему за это стыдно ну а кто для меня братишкин для меня братишкин это не уникум не гений это пчелка трудяга которая своими усилиями достигла того что он стал легендой стриминга в россии чья аудитория из токсичных школьников превратилась в одно из самых уважаемых мною комьюнити по лишь пидора и возможно скорее всего даже в этом есть прямая заслуга братишкина этим роликами не хотел никого обидеть и если были какие-то моменты то они вставлены сугубо для того чтобы повествование было целостным и я надеюсь что вы его реально оцените потому что мне кажется он должен получиться хорошим достаточно и интересным как по мне все пока ценю а нет не так не чел кто очень хороший автор действительно ворвался с пиздатыми видосами респект ну типа действительно качественный контент делает гайз подпишитесь поставьте лайк нужно поддержать чувакам это действительно того стоит он охуенно рассказывает разные истории из интернета я имею ввиду истории стримеров каких-то русскоязычных то есть видно что чел варился в этой хуйне и ну как документирование так сказать разных историй ru твича ru сегмента в принципе очень классно так что я считаю что поддержать его надо